С миру по нитке всего за пять дней жители области ЖТСУ собрали более 85 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от палатков казахстанцев. Первый поток необходимых вещей был направлен в западноказахстанский регион. Как обстоят дела со сбором гумпомощи в крае ЖТСУ, расскажет наш корреспондент. Продукты питания, одежда и предметы первой необходимости на общую сумму 40 миллионов тенге были направлены из области ЖТСУ пострадавшему от наводнения западноказахстанскому региону. Стоит отметить, что поддержка была реализована по инициативе областного филиала партии Аманат и фронт офиса волонтеров региона Мейрам ДЖТСУ. Пострадавшим от паводков областям была оказана и финансовая помощь. В частности, на специальные счета была перечислена однодневная зарплата госслужащих региона. Спонсорскую помощь оказали и предприниматели. Общая сумма составила 150 миллионов тенге. А для строительных работ в ближайшее время из области ЖТСУ направят тысячи тонн цемента. Всего в пострадавшие регионы выезжают три грузовых автомобиля. В них мы загрузили предметы гигиены и вещи первой необходимости. Стоит также отметить, что помимо этого были направлены генераторы и мотопомпы. Не остались в стороне и жители Каратальского района. Они также продолжают собирать гуманитарную помощь в регионы, где объявлено чрезвычайное положение. Пункт сбора – центральная мечеть города Уштоби. В акции принимают участие сельчане, предприниматели и активная молодежь. Отмечается, что благотворительная акция будет продолжаться до окончания Айтмерикиса. При поддержке Акимата Каратальского района мы запустили сбор гуманитарной помощи для наших сограждан, находящихся в зоне наводнений. В нашей акции участвуют спонсоры, волонтеры, предприниматели, активисты и жители самого района. В этот священный месяц Рамазан мы должны максимально заниматься благими делами и делать пожертвования. Хочу также отметить, что все собранные вещи мы планируем направить в область Абай. Всего по стране собрано 378 тысяч тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Министерство культуры и информации. В настоящее время 280 тонн уже доставлено пострадавшие от паводка регионы. Тем не менее, сбор все еще продолжается. Во всех областях страны созданы волонтерские штабы, где трудятся 20 тысяч добровольцев. Они также помогают принимать и передавать гуманитарную помощь.